Благословение и проклятие Сегодня я буду изучать его, изменюсь, оно обновит мой разум, и я буду знать Бога и ходить с Ним по этой земле в вере, надежде и любви. Иисус Христос, есть Слово живого Бога, которое стало плотью и кровью, и все, что я буду изучать сегодня, станет плотью в моей жизни. И я принесу множество плода и великую славу Богу во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем вместе Лука, 17 глава Луки. Аллилуйя. Аллилуйя. Лука, 17 глава. 17 глава Луки, Швайсре. Стихи 20 и 21. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа из Назарета, пусть Твоя сила, Твое помазание сегодня придет через это Слово. Пусть Слово Твое, Писание Твое Святое разрушит всякую твердыню в нашем разуме. Во имя Иисуса Христа. Пусть все нечистые духи оставят наш разум, наши души, наши тела, наши жизни именем Иисуса Христа. Прямо сейчас я запрещаю всякому духу порабощающему разум, я запрещаю всякому духу, который ослепляет ум, действовать в жизни людей, для того, чтобы они не слышали Слово Божье. Прямо сейчас, Отец, я молюсь и прошу, Духом Святым открой наше разумение, понимание и наше сердце, принять это Слово, Господь, и принести плод в 30, 60 и 100 крат. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что сегодня Ты наполняешь церковь силой благодати и могущества Твоей власти, помазания и любви. Приходит в этот дом, Господь, для того, чтобы прославить Господа Бога нашего и Сына Его Иисуса Христа из Назарета. Дух Святой, вот они мы, возьми нас сегодня, учи нас, благословляй нас, говори к нам во имя Иисуса Христа. И сделай нас послушными и стремящейся к Твоей истине во имя Иисуса Христа. Пусть благодать и соль, которые Ты приготовил, они проявятся через это Слово во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет, Амин, мы воздаем славу Богу. 20-21 стихи, 17 главы Луки. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». Замечайте, кем он был спрошен. «Когда придет Царствие Божие», отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Интересные слова говорит Господь Христос. Вы знаете, мы часто уподобляемся этим фарисеям, и мы ищем каких-то внешних проявлений и каких-то внешних вещей. Потому что человек, он так устроен из-за грехопадения, то есть он переменился до того, что человек хочет видеть. Он не верит, пока не увидит. У Бога это по-другому. У Бога по-другому. У Бога ты веришь, когда не видишь еще. Потому что верой ты видишь невидимое. И для Бога внутреннее состояние человека намного важнее, нежели внешнее. Вы со мной. Для Господа внутреннее состояние человека намного... Слушайте, поэтому Израиль не принял Христа. Потому что Израиль ожидал внешних проявлений. Израиль ожидал царя на коне белом, который придет и освободит, который придет и разрушит Римскую империю. Но наш царь пришел кроткий на ослицы. Как там написано? И он пришел и выехал на Подъеремной в Иерусалим. Смиренный, кроткий. И он пришел на самом деле и сотворил то, чтобы мы изнутри изменились. Величайшее благословение, которое мы можем иметь, это Дух Святой, который живет внутри человека. Вы со мной или нет? Давайте откроем вместе Римлянам 14 главу и прочитаем это известное местописание. Римлянам 14 глава. Жизнь благословений, я так назвал это слово, эту проповедь. Римлянам 14 глава, 17 стих. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мощно. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Друзья, Бог желает, чтобы Царство Божье овладело нами изнутри полностью. Это воля и желание Божье. Бог желает, чтобы Царство Его овладело нашей сущностью изнутри. Мы как люди стремимся к внешним проявлениям. Мы сначала стремимся к внешнему, и нам кажется, что внешнее это важнее и главнее. На самом деле важно и главное для нас это внутреннее состояние, потому что от избытка сердца, говорят уста, потому что ты то, чем ты питаешься духовно. Ты производишь то, чем ты наполнен. И для Бога очень важно наше внутреннее состояние. И Иисус говорит, не придет приметным образом. Нам хочется, чтобы это пришло приметным образом. Иисус говорит, для того, чтобы это приметно пришло, это должно начаться изнутри тебя. Это должно овладеть тобою. Царство Божье внутрь вас есть. Внутри вас Царство Божье. И мы должны культивировать и развивать Царство Бога Отца внутри себя. Мы должны позволить, и сегодня поговорим об этом, как это сделать. Мы должны позволить Царству Божьему овладеть нашим сердцем, нашей душой, нашими мыслями, нашей волей, нашими эмоциями, восприятием и так далее и тому подобное. Мы должны позволить Богу овладеть нами изнутри, для того, чтобы нам вести хорошую, прекрасную, счастливую жизнь. Как мы сегодня читали, когда македоняне страдали и были в величайших скорбях, они преизобиловали чем? Радостью. Почему? Потому что Царство Божье овладело их внутренностью. Потому что внешнее, то, что их окружало, не могло повлиять на их внутреннее. И, друзья, мы должны заботиться, если мы хотим жить в благословении, мы должны заботиться о том, что Божье внутри нас. Мы должны позаботиться. Послушайте внимательно. Библия говорит нам в Колоссянах, в первой главе. Посмотрите, что Библия говорит нам в Колоссянах, в первой главе. Откройте вместе со мной. Колоссянам, первая глава, с девятого стиха. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Во всякой премудрости и разумении, каком? Духовном. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. И возрастая в познании Бога, опять, исполняться познанием Бога, возрастать в познании Бога. То есть, послушайте, внутрь нас есть Царство Божие, но этого недостаточно. Царство Божие должно овладеть нами изнутри. Это должно стать желанием нашего сердца. Это должно быть стремлением нашего сердца. Это должно быть стремлением нашего духа. Это должно быть стремлением нашей души, чтобы Царство Божие овладело нами изнутри полностью. Потому что в этом есть благословенная жизнь, в этом есть счастливая жизнь, в этом есть все прекрасное, в чем нуждается человек. Скажи аминь. И нам не хватает только познать. Нам не хватает только исполниться, познать. Нам нужно также возрастать в познании Бога. Укрепляясь всякую силу, 11 стих, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Благодаря Богу и Отца, Слушайте, призвавшего нас к участию в наследии святых, где? Во свете. И Он говорит, избавившего нас от власти тьмы, И введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели эту картину, и чтобы вы все поняли одну вещь, раз и навсегда. В тот момент, когда мы сказали, Иисус, прости, Отец, прости мне, Бог Отец, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер и воскрес для моего оправдания. Он умер за мои грехи. Я открываю свое сердце, войди в мое сердце. В этот момент момент, моментально, произошло что-то в духе. Бог избавил тебя от власти сатаны. Слушай внимательно. Бог перевел тебя, Он взял тебя буквально в духе и поставил твои ноги в Царстве Света, в Царстве Сына Возлюбленного Своего. Но! Мы вошли в Царство Сына. Теперь Царство Сына должно овладеть нами изнутри. Вы со мной или нет? И это процесс. Это процесс, друзья. Послушайте, это произошло фактически. То, что сделал Христос на кресте. И Библия говорит, что Он стал клятвою за нас, чтобы нам иметь благословение Авраама в нем. Аминь. Это произошло фактически, не юридически. Знаете, мусульмане говорят, что, да, они говорят, Иисус это Мессия, но Он не Сын Божий, слушайте. И Он не умирал, там Бог его поменял кем-то другим. Слушайте внимательно. Это ложь, потому что именно в кресте и в смерти Христа и в Его воскресении есть сила Евангелия. Для каждого верующего. Для каждого спасаемого. И это произошло там фактически. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы сегодня увидели эту картину, что если вы живете в проклятиях, и они еще есть, потому что мы можем много говорить, ну, значит вы еще не поняли. И для вас это произошло юридически. Послушайте. Для кого-то в этом зале это юридически, но не фактически. И Бог хочет через твою внутренность, через твое познание Его и Его Царства, через то, что Царство Сына овладевает тобой изнутри, чтобы это происходило для тебя фактически, то, что сделал Христос на кресте, здесь недалеко на Голгофе. Чтобы все проклятия, все болезни, все, что против тебя, все сатанинские твердыни рухнули в твоей жизни, и ты был благословенным человеком. Поэтому позвольте Царству Божьему овладеть вами как? Через послушание. Шма Исраэль, Адонай, Элогейну, Адонай, Хат. Если будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, и Он начинает перечислять благословения, которые тебя ждут. Через твое смирение и кротость перед Богом ты получаешь то, в чем ты нуждаешься. Через то, что тебе больно, потому что когда внутри тебя происходят процессы и идет операция, во Святом Духе, тебе неприятно, тебе не нравится, потому что ты привык определенно жить. Слушай внимательно, ты привык обманывать, ты привык недоговаривать, ты привык преувеличивать, ты привык скрывать, ты привык то, ты привык это, может быть ты привык блудить и так далее, тому подобное. Много вещей. Ты привык быть гордым, ты привык быть превознесенным в своих глазах. И когда Царство Божие начинает овладевать внутри тобой, тебе больно. Это реально больно. Это реально непросто, это сложно. Но все возможно кому? Верующему. Слушайте, Библия говорит, Бог гордым что делает? Противится. А смиренным дает благодать. Аллилуйя. И у Бога достаточно благодати, я хочу сказать. Он долготерпеливый, многомилостивый, человеколюбивый Бог. Так он, когда покрыл Моисея своей рукой, он провозгласил за себя эти слова. И это истина, друзья. Правды много, и у каждого своя правда, но истина одна. У Бога достаточно благодати для того, чтобы дать тебе внутренние изменения. Чтобы этот процесс не просто начался, Библия говорит, благословен тот, который начал вас, это доброе дело. И пусть он закончит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. И так и будет, скажи, так у меня и будет. 14 стих. Где мы были? 14 стих, да. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. 15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое, невидимое, престолы, господство, начальство, власти. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Остановитесь здесь. Он хочет иметь первенство внутри тебя. Он хочет иметь первенство внутри тебя. Он хочет быть первым и последним внутри тебя. Поэтому он говорит, если кто-то возлюбил кого-то больше, нежели его, он не надежен, не благоуден, не достоин его. Это не потому, что он говорит тебе, не люби других людей. Он говорит, просто я показываю тебе такую вещь. Я возлюбил тебя до смерти и смерти на кресте. Я полюбил тебя очень сильно. Я сделал это для тебя. И теперь я хочу, чтобы ты любил меня всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Я хочу, чтобы ты любил меня, потому что я научу любить тебя других. Бог хочет овладеть тобой изнутри, чтобы его царство овладело тобой. Но царство не бывает без царя. Там сидит царь на престоле славы. Вы со мной или нет? И поэтому здесь написано, что все им создано, все, все, ты, земли, небеса, все, все, человек. И он говорит, я хочу иметь первенство внутри, потому что в этом наше благословение, в этом благословенная жизнь. Люди говорят, ну да, я отдаю ему первенство, я страдаю. Есть скорби, через которые мы поднимаемся по лестнице веры. Насколько мы преодолеваем скорби, настолько мы можем подниматься выше в Боге, то есть в познании Бога. Друзья, Бог не призвал нас в жизнь полную, ну, всяких таких иллюзий искусственных, которые сами себе люди создали. Бог призвал нас в жизнь полную духовных приключений, где мы, обновляясь в познании Его и преображаясь в Его силой, будем проходить скорби достойно и во всякой скорби будем славить Его, потому что мы видим невидимое. Для Бога первоначально это невидимое, поэтому все создано из невидимого мира. Поэтому то, что не видно сейчас, вот внутри там тебя, видно Богу, ибо Библия говорит, Бог сердцеведец. Бог хочет овладеть тобой изнутри. Почему? Потому что, я скажу тебе, есть причина этому. Потому что Бог настолько тебя сильно любит, Он хочет, чтобы ты жил счастливой, доброй, хорошей, прекрасной жизнью. Когда Он создал человека, создал все, знаете, что Он сказал в шестой день? Весьма хорошо. Он сказал весьма хорошо. И Он хочет, чтобы вот это весьма хорошо произошло с тобой. И теперь, почему Бог хочет овладеть тобой изнутри полностью? Он хочет, чтобы тебе было весьма хорошо. Он хочет, чтобы ты вновь вернулся в бытие первую и вторую главу, чтобы ты обитал в этом саду, послушай внимательно, когда Бог приходит и в прохладе дня говорит с тобой, и Он может делиться с тобой своими впечатлениями и своими откровениями, и Он может доверить тебе свою славу и силу. Бог все, что делает, Он трудится над тем, чтобы вернуть человека в первые две главы бытия. Для того, чтобы человеку было весьма хорошо, чтобы человек имел только лишь нужду в Боге. Для того, чтобы человек имел зависимость от Бога и независимость от греха и от царства тьмы. Вы со мной или нет? И Бог это делает сегодня. И это больно. И иной раз это неприятно. Но смиренным что Он дает? Еще раз. Смиренным дает? Смиренным дает? Я думаю, если мы можем, у Бога много атрибутов, множество атрибутов. Я недавно читал Дерека Принца, и он сказал такую вещь. Если все взять, любовь, веру, и все эти вещи взять, природу Божию и так далее, как мы можем обозначить Бога? И он сказал одну вещь очень интересную, которая коснулась меня. И он говорит, обратите внимание, что написано и в Танахе, и в Новом Завете, что три раза ангелы взывают, как свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна чего? Теперь смотрите сюда, слушайте внимательно. Если мы хотим говорить о любви, о вере, если мы хотим говорить о надежде, хотим говорить о прорыве, хотим говорить о силе, мы все можем это обозначить святостью. Все это находится в святости Божьей. И теперь, слушайте, каждый из нас желает видеть славу, проявленную в своей жизни. Аминь. Мы желаем видеть славу, проявленную в нашей семье, в нашей жизни, вокруг нас, в наших делах. Да? Аминь. Но я хочу вам сказать, когда святость Божья начинает обладать тобою, и когда начинает брать вот все внутри тебя, тогда у тебя слава начинает течь внутрь тебя. И потом эту славу невозможно остановить. Она обязательно проявится. Она проявится. И слушайте, он говорит, он говорит там, при двух свидетелях слово верно. И в Танахе, и в Новом Завете сказано, свят, свят, свят Господь Савуов. Вся земля полна славы Господней. Все небеса полны славы Господней. И нам кажется, что вот эта слава, это какие-то внешние вещи. Я тебе хочу сказать, это внешние вещи потом. Это внешние вещи потом. Вначале это внутренний процесс человека. Вы со мной или нет? Это то, что происходит внутри у человека. Им начинает преобладать царство Божие. Праведность, мир, радость в Духе Святом. Святость начинает преобладать им. Святость это, ну, если говорить о святости, это не какие-то правила. Это не правила. Ле-ле, правила. Альтитбальбелиза, хашурмелт. Это не какие-то правила. Святость это буквальное отделение от тьмы. И Библия говорит в первой главе бытия. Бог создал свет и отделил свет от тьмы. И увидел, что свет что? Хорош он. Аллилуйя. И теперь Бог трудится над тем, чтобы с нас вышла всякая тьма. Давайте будем честными, друзья. Мы перешли в царство возлюбленного сына. Не мы перешли, Бог перевел нас. Но внутри у нас иной раз происходят вещи, мы не чувствуем, что это царство возлюбленного сына. Потому что в царстве возлюбленного сына праведность, мир и радость в Духе Святом. Будем честными, да? Да, есть определенное давление плоти греховной. И мы должны научиться распинать свою плоть через что? Через познание Бога, через познание Писаний, через молитву личную, через посвящение. Мы должны научиться через молитву на иных языках в Духе Святом. Это помогает нам распинать свою плоть, потому что сила Божья является. Но, слушайте, иной раз есть давление сатанинское также. Когда сатана, сатана, когда буквально есть какая-то несвобода в душе, какая-то несвобода в теле у человека, не в Духе. Потому что когда человек в Духе, у него бесы что-то делают, он уже одержим. Есть какая-то несвобода в душе или в теле, и Бог хочет нас освободить. Но мы думаем в этот момент, что за нас подумают люди, что за нас подумает жена, муж, что мы же всю жизнь вели такой святой, чистый образ жизни, религиозный. Ну, бывает такое иногда. Но какая разница, что за тебя подумают люди, если внутри ты несчастен? Вы со мной или нет? Какая разница, что за тебя подумают люди, если ты нуждаешься в свободе, и Библия говорит, вы познаете, что истину, и истина сделает вас. И слушайте, я вам покажу одно местописание сейчас. В Библии говорится также, что Дух Божий есть истина. Я хочу, чтобы вы следовали за мной. Царство Божие, праведность, мир и радость в Духе Святом. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Дух Божий есть истина. В Иоанне написано 1 Иоанна 5 глава. Проверьте меня. И слушайте дальше, что говорится. Где Дух Господень, там свобода. Потому что Дух есть истина. Всякая неправда есть от лукавого. И в нас еще есть это неправда где-то. Поэтому Библия говорит нам вот такую вещь. Откройте вместе со мной филиппийцам. Филиппийцам 2 главу. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мощное слово. Совершайте. То есть позвольте царству Божьему овладеть вами изнутри. Совершайте это спасение. Совершайте это. Не возлагай с больной головы на здоровую. Не говори, что Бог все сделает. Бог-то уже все сделал, и Он все может. Но Бог дал человеку две вещи. Я хочу, чтобы ты слышал меня. Когда Бог посетил человека и поселил его в Эдемском саду, Он ему дал две вещи. ответственность и власть. Поэтому не перекладывайте это на Бога, совершайте свое спасение, освящайтесь и посвящайте свою жизнь Богу. Освобождайтесь от демонических сил зла в своей душе, в своем теле, во имя Иисуса Христа. Оставляйте всякое мышление, проклятие, которое ведет вас назад. Я хочу вам показать одну вещь. У Бога всегда вперед. Библия говорит в 11 главе Иеремии, 29 стихе, что я знаю мысли, которые имею у вас. Мысли не во зло, а во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Это мощное слово. И слушайте, что дьявол что делает? Как он держит тебя? Как тебя плод держит греховное? Постоянно во вчерашнем дне. И я хочу вам показать одну вещь. Вчерашний день это то, что прошло и никогда не вернется. Потому что дьявол, он живет в антикварии. Там, во вчерашнем дне. Бог творит все новое, на небе и на земле. Сегодня меня моя дочь спросила, она сегодня ведет урок. Я уже рад за нее. 10 лет она уже начинает продвигаться. Слава Господу. Она меня спросила, что такое шамаем ваарец и авру у двора и лёй авру. Это то есть небеса и земля пройдут, а слова мои не пройдут, говорит Господь. И это истина. Послушайте, Бог творит все новое на небе и на земле. И Бог хочет сотворить все новое внутри тебя. Но наша плоть греховная, наше старое мышление, дьявол, они тянут нас назад во вчерашний день, чтобы мы мыслили, мыслили, рассуждали, говорили и поступали, как вчера. И это приносит нам величайшие проклятия в жизнь. Я вам серьезно говорю. Это держит нас от нашего призвания. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к почести высшего звания. Я бегу. И он говорит, я бегу не так, чтобы бить воздух. Я бегу, чтобы достичь цели. И для этого он говорит, я еще не достиг. Но я только хочу достигнуть, как достиг меня Христос. Он говорит, я хочу измениться и обновиться изнутри. Потому что для Бога сокрытое самое главное. Для Бога самое главное сокрытое. И он говорит в 33 главе, в 3 стихе Иеремии. Он говорит, воззови ко мне, я отвечу и покажу тебе что? Великое и какое? Недоступное, сокрытое. И он говорит в 45 главе Исаии, он говорит, я дам тебе сокровища, сокрытые во тьме. Это не тьма сатанинская. Это там, где Бог покрывает это. И друзья, для Бога это важно. А для нас важно вне... Люди говорят, смотрите сюда. Я думал, начну уже говорить о финансовом благословении и проклятии. Как это работает? Люди говорят, я хочу быть богатым человеком. Но они неправильно распоряжаются своими финансами. Они не дают десятину. Это первое. Это вообще об этом даже стыдно говорить. Это первое. Мы будем всегда об этом говорить, потому что Господь говорит нам учить людей об этом. Потому что в этом благословение человека. Но это даже стыдно об этом говорить. Десятина, потому что это вообще не принадлежит нам. Люди не сеют правильно свои зерна, свои финансы люди неправильно делают свой бюджет внутри у них происходит финансовый кризис финансовый балаган как говорят в израиле они не могут управлять своими финансами потому что внутри у них нет понимания и поэтому снаружи происходит то что происходит и так каждая сфера нашей жизни если внутри эта сфера жизни разрушена то значит нужно запустить туда царство божие как пасторе через смирение через молитву через посвящение через кротость твою через то что ты говоришь не моя воля будет но твоя господь и это произойдет может не сегодня завтра но вскоре произойдет потому что бог верен верен обещавший аминь это произойдет и сути что он дальше говорит 13 стих 2 главы филиппийцам потому что бог производит вас и хотение и действие по своему благоволению мы хотим по своему благоволению но когда мы уступаем место богу и он и он начинает обладать нашим естеством тогда мы видим чудесную вещи деяние святого духа в наш в наших сердцах душах и в наших телах происходят чудеса и знамения все делаете без ропота и сомнения я хочу обратить остановиться я уже сейчас заканчиваю я хочу остановиться здесь и сказать такую вещь послушайте я хочу чтобы вы меня сейчас услышали давайте помолимся не ушами а сердцем потому что это величайшее проклятие вот это то что мы сейчас прочитали ропот и сомнение это величайшие проклятия я вам сейчас скажу одну вещь но ее постоянно говорят проповедники и пастыря и сейчас я вам это скажу потому что как я верю наши сердца открыты ропот и сомнения не позволили народу израильскому войти землю обитованную слушайте меня внимательно благословение это когда земля обитованная живет внутри тебя и что это за земля была текущая чем молоком и медом ропот и сомнения воруют благословение и счастливую прекрасную жизнь у детей божьих и поэтому апостол павел говорит если вы хотите жить благословенной жизнью будьте послушны многие люди говорят я послужим богу да и аминь прежде всего нужно быть послушным богу потому что все люди человеке но он говорит во время моего отсутствия будьте послушны тому слову наставления которые я даю вам будьте послушны мне говорит апостол павел потому что я желаю чтобы вы процветали в других местах мы можем это видеть сегодня все это разрушено и в основном в основном это происходит церквях потому что в мире это уже давно разрушена нашим мир не познал бога и осуетился в своем разуме так написано они не позволили богу быть своих мыслях но сегодня это происходит и он говорит он говорит бог производит вас хотение и действие по своему благоволению это не наше время это не наш сезон это не наши плотские какие-то мечты и иллюзии это не наши какие-то плотские прошения это не наши похоти человеческие это большее благоволение ну это настолько вы вы просто поймите меня жить в божьем благоволении это когда ты внутри доволен то есть я хочу вам что такое внутри доволен ты благодарный человек потому что воля божья тебе чтобы ты освещался а и чтобы ты был благодарным человеком б и служите сюда и он говорит все что вы делаете делайте без ропота и сомнения для чего чтобы вам быть неукоризненными чистыми чадами божьими непорочными среди строптивого развращенного рода в котором вы сияете как светило в мире я хочу вам сказать несчастные люди не могут сиять проклятые люди не могут сиять сияют благословенные счастливые люди аминь вы со мной или нет и для того чтобы это произошло это процесс нам нужно позволить богу произвести в нас что произвести хотение и действие по своему благоволению чтобы его царство овладела нашими мыслями нашей душой нашей волей нашими эмоциями нашим восприятием нашим естеством чтобы наше сердце оно было наполнено силой святого духа и тогда ты увидишь будет проявление то ты увидишь ответы на свои молитвы тогда ты увидишь силу божью который является через тебя во имя иисуса христа потому что все что внутри в один прекрасный день будет наружи потому что все что во тьме станет явным во свете вы со мной и бог желает чтобы это явилось и он говорит содержа слово жизни где содержать его сердце в душе к похвале моей в день христов что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился и он потом говорит но если я и соделываю жертвы друзья я хочу чтобы вы знали бог вывел нас из египта египет эта система мира египет это определенная система мира мне мое и так далее и тому подобное эгоизм гордость гордыня дела плоти бог вывел нас из египта но теперь мы должны позволить богу вывести египет из нас мы должны позволить богу вывести египет из нас это процесс друзья но я хочу сказать вам если вы стоите в начале этого процесса продолжать если вы стоите в середине этого процесса не останавливайтесь если вы уже при конце этого процесса воздайте славу богу и радуйтесь я хочу вам сказать потому что вы увидите великую величайшую славу богу в бога в вашей жизни потому что бог не создал на чтобы мы были в проклятиях бог не создал нас чтобы мы болели бог не создал нас чтобы мы были бедными бог не создал на чтобы мы были духовно мертвыми бог не создал на чтобы мы были псами и волками бог создал нас овцами своей паства и он наш пастырь и библия говорит господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться ибо он покоит меня где на злачных пажитях и водит куда? К водам тихим. Это внутреннее состояние человека. Бог хочет, чтобы это произошло у тебя. Ты смотришь на себя и говоришь, я, 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 мне сделали, он сделал, так сделал. Бог говорит, смотри на меня. Дух Святой приходит, это великое благословение. Не деньги благословения, это результат благословения. Не дома благословения, даже не жена муж благословения, хотя это результат все благословения. Это Бог, который дает нам все, в чем мы нуждаемся. Не какая-то работа с большой зарплатой благословения, не какое-то служение пастыря, апостола или пророка благословения. Благословение сам Святой Дух. Я хочу вам сказать такую вещь. Послушайте внимательно. Когда приходит Дух Святой, проверьте, проверьте, что Он делает. Я уже давно проверил. Много лет назад я просто читал страницу за страницей. У меня рвались все Библии, потому что я много раз перечитал Новый Завет. Для чего пришел Святой Дух? Святой Дух пришел, чтобы сделать человека богоцентричным, христоцентричным. Почему христоцентричным? Почему христоцентричным? Потому что во Христе, слушайте внимательно, во Христе, сюда смотрите, во Христе мы видим полноту Божью телесно. Дух Святой пришел, чтобы показать нам Христа, а Христос в нем проявляется Отец. Поэтому, друзья, когда вы нуждаетесь в счастливой, благословенной жизни, я вам скажу, это праведность, мир и радость в Духе Святом. Это Царство Божие, в котором обитает и сидит Царь на престоле славы. Если вы позволите через свою веру, через свое смирение, через свою молитву, через свое посвящение, через свое не хочу иной раз, через свое благодарение, если вы позволите Царству Божьему овладевать вами каждое утро, каждый день и каждый вечер, каждую неделю и каждый месяц, каждый год и каждое десятилетие, то увидите величайшее благословение на земле живых. И Бог сказал, что Он гордым противится, а смиренным, скажи вместе со мной, Бог смиренным дает благодать. Аминь. Давайте помолимся во имя Иисуса Христа. Сегодня Бог желает тебя избавить от депрессивного состояния. Бог сегодня хочет тебе дать праведность, мир и радость во Святом Духе. Бог сегодня хочет начать свою благословенную работу внутри тебя. Бог сегодня хочет начать и совершить и завершить то, в чем ты нуждаешься, что для тебя есть благо. Когда Бог создал этот мир, Он сказал, весьма хорошо. Дьявол пришел и разрушил все то, что было весьма хорошо. Через непослушание и безответственность Адама он пустил в свою жизнь проклятие. Но благодаря Иисусу Христу мы имеем благословение на небе и на земле. И Библия говорит, что как через одного царствовала смерть, так и через второго Адама, который есть Христос Иисус, пришедший от Отца Бога с небес и родившийся от Девы Марии во плоти, так и через Него мы будем иметь дар вечной жизни. Библия говорит, что мы имеем благословение. Благословен Бог Отец, благословивший нас всяким благословением на небесах во Христе Иисусе. И я хочу вам сказать, друзья, эти благословения, они даны не для этого мира, эти благословения даны для тех людей, которые живут в Царстве Божьем, для тех людей, которых Бог перевел. Которых Бог перевел из царства тьмы в Царство Света, возлюбленного Сына Своего. И вы сегодня можете иметь это благословение. Может быть, ваши отношения с кем-то разрушены. Может быть, сегодня вы не чувствуете удовлетворения от отношений с Богом, и вы думаете, что вы только один такой. Может, вы сегодня не получаете удовлетворения от своей работы, от своего служения. Может быть, вы сегодня не получаете удовлетворения в своей семье, и вам хотелось бы лучшего. Я хочу вам сказать, друзья, все начинается изнутри. И Бог хочет сегодня сделать что-то мощное и сильное в нашей жизни. И пока мы здесь, на планете Земля, у нас есть возможность измениться, обновиться и ходить в этом благословении во имя Иисуса Христа. Аминь. И так мы приготовляем себе путь, и так приготовляем место лучшее на небесах, когда мы посвящаем своей жизни Богу. Аминь. Продолжение следует...